Несмотря ни на что, Наташа Романова, Черная Вдова погибла в фильме Местители Финал. Marvel неудократно отмечали, что оживить ее никак не удаться. Компания Marvel пока не остается с героиней и готовит у ней сольник, Черная Вдова. На новых кадрах фильма зрители смогут рассмотреть новый костюм Наташи, в котором она появится еще до своей смерти. Сольный фильм Черная Вдова станет первой картиной четвертой фазы киновселенной Marvel, которая начнет в 2020 году, после фильма Местители Финал и Человек-паук Далее от дома. Пока авторы картины, Черная Вдова, почти не представили официальных промо-материалов, ленты, такие как официальные кадры, тизер или триллер, уганичившись лишь одним концепт-артом. Однако в сети регулярно попадают фотографии со съемок фильма Черная Вдова. На которых убитая в Местителе 4 Финал Наташа Романова еще жива. На новых кадрах, которые всплыли в сети, фанаты смогли рассмотреть даже обновленный супергеройский костюм Черной Вдовы, который отличается от того, что носила героиня в других фильмах, такие как Местители Война Бесконечности и Местители Финал. На новых кадрах фильма Черная Вдова Наташа Романова в новом костюме можно рассмотреть на месте какой-то аварии, предположительно крушение самолета. Романова одета в серый-черный костюм с некоторыми необычными элементами, которые находятся на ее спине и ногах. При этом пока неизвестно, является ли дизайн нового костюма Черная Вдова окончательным, будет ли он изменен или доработан на стадии пост-продакшена, или у героини и вовсе будет несколько костюмов в фильме Черная Вдова. Известно, что события фильма Черная Вдова происходят в промежутке между картиной Первый Меститель Противостояние и Меститель Война Бесконечности. Тогда Наташа Романова была в бегах, и еще не выходил в секретный отряд Стива Роджерса. Вместо этого Романова объединяется другой шпионкой Еленой Юбеловой, чтобы выследить и остановить такс-мастера. По завершению создания фильма Черная Вдова, в картине будет больше всего сцен в рукопашной схватке среди всех фильмов Марвел. Премьера фильма Черная Вдова запланирована на 30 апреля 2020 года. Стало известно, кто из актеров исполнит роль нового Росомахи, являющегося одним из самых известных Людей Икс, будущих фильмов киносерены Марвел. Было объявлено, что звезда сериала «Игра престолов» Хит Харрингтон, получивший известность благодаря роли Джона Сноу, заключил контракт со студией Марвел. Хит Харрингтон появится в одном из будущих проектов киновселенной. На данный момент отмечается, что актер ведет приговоры с Марвел, чтобы принять участие в одном из фильмов. Однако также есть шанс, что он появится в одном из сериалов, путащих киновселенную. Пока еще точно неизвестно, кого именно сыграет звезда «Игра престолов». Некоторые эксперты предполагают, что Киту достанется роль именно Росомахи. Компания Дисней на мероприятии Ди-23 официально показала первый полноценный триллер сериала «Мондолорец» во вселенной «Звездных войн». В первом триллере «Мондолорца» показали главного героя-наемника в исполнении Педро Паскаля, выполняющего опасные заказы во всей галактике. Зрителям показали космический корабль «Протагониста», на котором он посещает далекие планеты с необычными пережажьями, множество иноплетян и других фантастических существ, которые появятся в «Мондолорце». Но совершенно не показали джедаев. Ролики показали также экшен в космосе и на планетах, новые виды боевых дронов, мрачную и темную атмосферу. Первый триллер «Мондолорца» показали зрителям отличные качества, в том числе и графику, которая не уступает полнометражным фильмам во франшизе. Автор сценария режиссер Джон Фавро раскрыл, что новое шоу «Мондолорец» станет одним из самых высокобюджетных среди подобных проектов. А бюджет каждого эпизода оценивается в 15 миллион долларов.